У повторно родящих с исчислением срока беременности обычно не возникает никаких затруднений, но женщины, которые забеременели впервые, в большинстве своем сталкиваются с ситуацией, когда их подсчеты не совпадают с врачебными, и это часто трактуется как ошибка акушеров. Давайте научимся правильно считать недели в вашей беременности. Подсчет недель беременности очень важен и для будущей мамы, и для врачей в первую очередь потому, что он позволяет отслеживать развитие малыша и прогрессирование беременности, сопоставляя их с общими нормативами. Также определение точного срока поможет рассчитать день, в который предположительно произойдут роды. Все обследования, анализы, скрининги, все таблицы норм анализов и данных УЗИ в гинекологии и акушерстве составлены в акушерских неделях, которые обычно существенно отличаются от фактических. Чтобы не было разночтений и путаницы, женщине рекомендуется с самого начала привыкать считать срок так, как это делают медики. Будет ли срок точным, сказать сложно. Скорее всего, нет, ведь акушерский метод усредненный, но именно он является самым оптимальным. Не существует точных методов, потому что выяснить время зачатия невозможно даже с точностью до дня. Женщина фертильна только 24-36 часов на протяжении всего цикла. Этот период – ее овуляция. Именно столько сохраняет жизнеспособность зрелая яйцеклетка. Сперматозоиды могут уже находиться в половых путях к моменту выхода ооцита из фолликула, а могут добраться до яйцеклетки позднее, но опять не позже, чем через сутки после ее выхода. Если условия соблюдены, зачатие наступает. Овуляция у подавляющего большинства женщин происходит в середине цикла, примерно на 14-е сутки при 28-дневном цикле. Но она вполне может сместиться и произойти позднее, повлиять на это может стресс, прием лекарств, усталость, простуда и масса других факторов, учесть которые в полном объеме невозможно в принципе. Таким образом, женщина, которая утверждает, что знает точно, когда был зачат малыш, может заблуждаться. Если же дама ведет нормальную, насыщенную сексуальную жизнь, то она в принципе не может знать точного момента зачатия. Врачи-гинекологи, несмотря на все развитие современной медицины, тоже не могут установить день и час зачатия, потому и пользуются более упрощенной, единой для всех системой исчисления акушерских недель. По умолчанию, первым днем первой недели беременности считается первый день цикла, в котором состоялось знаменательное событие – зачатие малыша. То есть у дамы идут месячные и уже идет первая неделя беременности. Именно поэтому любое посещение врача во время вынашивания малыша начинается с простого вопроса о дате последней менструации, так сверяют сроки. Также можно посчитать беременность по данным УЗИ, но это менее точный способ, ведь размеры плода могут по разным причинам быть больше или меньше нормы на одном и том же сроке у разных женщин. Давайте пошагово рассмотрим основные методы. Первый акушерский календарь. Именно этот способ считается самым правильным, несмотря на то, что вызывает у неопытных беременных искреннее недоумение. Разве можно быть беременной, когда и полового акта еще не было? Можно. Первые две недели акушерского срока – это первая часть менструального цикла, предшествующая овуляции. Вторые две недели беременность уже фактическая, но пока не очевидная. Только в конце четвертой недели беременности наступает задержка, когда можно делать тесты, сдавать анализы крови на ХГЧ. Если они положительные, врач выносит соответствующее решение, основываясь на дате последней менструации – четыре недели беременности. Фактически с момента начала существования малыша проходит к этому моменту около двух недель. Недели развития называются эмбриональными, и в них срок беременности считать не принято. Акушерских недель в беременности – 40 и более. Дата родов выпадает на конец сороковой недели. Но роды могут произойти в любой момент с полной 37 по 42 неделю, и это будет считаться абсолютной нормой. Акушерскими неделями беременность начала считать задолго до того, как было придумано человечеством УЗИ, и уж точно не существовало никаких онлайн-счетчиков и калькуляторов. Есть несколько способов высчитать дату родов, исключительно предполагаемую, приблизительную по акушерским методикам. Первый день минструации минус 3 месяца плюс 7 суток. Или первый день минструации плюс 9 месяцев плюс 7 дней. Или первый день минструации плюс 280 дней. Каким из них воспользоваться, врач решит самостоятельно, и сделает он это при постановке на учет в женской консультации, когда будущая мама обратится туда. Один акушерский месяц равен 4 акушерским неделям. В беременности ровно 10 акушерских месяцев, разделенных на 3 триместра. Срок с момента зачатия примерно на 2 недели меньше акушерского. И теперь мы знаем, почему это именно так. Если доктор, осмотрев женщину, покрутив в руках календарик и подумав, говорит, что у нее уже 8 недель беременности, это не ошибка, а буквально следующая. 8 акушерских недель равняется 6 недель с момента зачатия. Ровно 4 недели с момента начала задержки. Второе. Ультразвуковой метод. Аппараты УЗИ запрограммированы на акушерские недели, а потому, если УЗИ показывают, что срок беременности 7 недель, это означает, что беременность именно 7 недель, а не 9, как думают некоторые, учитывая, что к фактическому сроку нужно прибавлять 2 акушерские недели. 7 недель по УЗИ равняются 5 недель срока эмбрионального развития и никак по-другому. Современные сканеры УЗИ выдают результаты в неделях и днях, то есть 7 недель и 5 дней или 7 недель и 3 дня, что позволяет уточнить уже рассчитанный акушерами срок беременности. Метод УЗИ для определения точного срока актуален для женщин, которые не помнят даты начала последней менструации, которые не знают его в силу нерегулярности цикла, сбитого цикла, а также после успешного протокола ЭКО. Важно лишь знать, что наиболее точно установить срок при ультразвуковом обследовании можно лишь на ранних сроках. Это связано с тем, что все эмбрионы в период эмбриогенеза до 9-10 недели по акушерскому сроку растут примерно с одинаковой скоростью. Потом в силу вступают генетические факторы, индивидуальные программы развития. Одному малышу, родители которого не отличаются высоким ростом, суждено быть некрупным и небольшим в росте, а другой уже середины беременности будет иметь внушительные ростовые и весовые показатели. Крайний срок, на котором можно ориентироваться на данные УЗИ в вопросах определения сроков – 11-13 недель. Именно в это время проводится первый пренатальный скрининг, цель которого не только обнаружить вероятность хромосомных аномалий плода, но и скорректировать сроки в том числе. Третье – срок гистации. Вот еще один акушерский термин, который вызывает немало вопросов не только у неопытных будущих мамочек, ожидающих рождения первенца, но и у рожавших ранее дам. Со скольки начинается гистация? Что это такое? Зачем ее считают вообще? Под этим термином скрывается уже знакомый нам эмбриональный срок, то есть срок с момента слияния половых клеток матери и отца и начала новой самостоятельной детской жизни. Точный срок гистации известен лишь тем, кто зачал под присмотром врачей, кому провели инсеминацию в день овуляции, подтвержденной ультразвуковым протоколом, кому сделали ЭКО. Это вовсе не значит, что беременные после ЭКО должны считать срок в гистационном его эквиваленте. Срок беременности, как и у других, будет отчитываться в акушерских неделях от первого дня последней менструации, если женщина ее знает, либо по данным УЗИ, но опять же строго в акушерских неделях. Четвертое – календари и счетчики онлайн. Современной женщине нет необходимости долго и мучительно с карандашом и календариком вести подсчеты, прибавляя или отнимая месяцы, чтобы подсчитать предполагаемую дату родов. Сегодня существует масса всевозможных календарей и счетчиков. В них достаточно вести дату последней менструации и длительность своего менструального цикла. И вот уже результат и текущий срок, и предполагаемый день родов, и порядковый номер месяца, триместра, и даже вероятность рождения мальчугана или девочки. Некоторые счетчики снабжены развернутыми функциями. Они не только все считают, но и проводят подробную информацию о том, как развивается малыш по неделям, каковы его рост и вес, нормы развития. Счетчики при этом бесплатны. Предполагаемая дата родов точно или нет? И напоследок следует разъяснить о точности предполагаемой даты родов. Указывается конкретный день, например, 15 марта. Это не значит, что рожать женщина пойдет именно в этот день. Мало того, строго предполагаемая дата родов рожают не более 5% беременных, такова медицинская статистика. Сам предполагаемый день родов существует не для того, чтобы будущий папа отложил в этот день все дела заранее, и не для того, чтобы будущая мама сверилась с прогнозами нумерологов и святцами для выбора имени рожденному именно в этот день. ПДР – это ориентир приблизительный. Сами роды произойдут тогда, когда и материнские, и детские организмы будут полностью готовы к этому ответственному процессу. В 37-38 недели рождается до 20% детей, в 38-39 – около 30%, после 39 недели 40%. Остальные 10% малышей появляются либо до 37 недели, либо после 40. До 42 недели включительно роды считаются срочными. Беременность имеет статус пролонгированной, но никак не переношенной, как думают многие. А потому смело прибавляйте к ПДР 2 недели или вычитывайте из него 2 недели. В течение получившегося месяца ребенок может родиться в любой момент. Если у вас будет крупный плод или обычный менструальный цикл у вас длится более 32 дней, то есть все шансы, что 40 неделями ваша беременность не ограничится. Если беременность многоплодная или у вас обычный менструальный цикл менее 28 дней, велика вероятность, что роды состоятся до 40 недели.